ребят всем привет вы находитесь на канале бешев обсудим с вами вышедшие новости новости у нас выходит на ежедневной основе вот и данные новости так или иначе влияет на ход наших бумаг и в целом на фондовый рынок россии перед началом выпуска хочу дать такую информацию что я создан то скажем кроме того канала общего бесплатного что у меня есть телеграм-канала создам отдельный канал на котором я поясню как можно усреднить свою позицию если вы застряли свыше 200 там скажем по сбербанку да если у вас серьезная позиция по сбербанку как можно усреднить позицию без привлечения дополнительных ресурсов то есть я своему знакомому усреднил позицию с 290 до 210 с момента когда случился обвал к стадо то есть с того момента я постепенно усреднил ему позицию за счет этой схемы до 210 эта схема реально рабочая то есть здесь нужно разбираться и она имеет некоторые тонкости ну и соответственно риски поэтому если вы хотите узнать то скажем ту схему я сниму это поэтому с этой схеме вы видео и размещу его в отдельном telegram канале но чем меньше людей знают об этой схеме то скажем тем лучше потому чтобы не перетекала ликвидность вот этот канал будет платный поэтому также я на этом канале буду размещать свой счет то есть скрин своего счета на ежедневной основе поэтому если хотите то скажем войти в этот телеграм-канал платный пишите мне на электронную почту я вообще как бы думал создавать не создавать этот канал но общедоступным его делать наверно не стоит потому что эта схема просто напросто в конечном итоге перестанет работать потому что но все здесь связано с ликвидностью то на самом деле чем больше народу знает а это этой схеме тем меньше шансов что эта схема будет работать поэтому если есть желание есть возможность пишите на электронную почту я отправлю вам подробности вступления на данный канал также подписывайтесь на этот youtube канал на яндекс дзен и на телеграм-канал бесплатный там я в ежедневной основе кладу все всю важную информацию все важные новости и также даю пояснения телеграм-канал выглядит вот таким образом называется он димитрий шеф инвестиции финансы подписывайтесь вступаете нашу команду ну а мы с вами начнем смотрите начнем с новостного фона вот у нас ежедневно выходят какие-либо негативные новости конечно же эти новости нужно отслеживать и поэтому обязательно подписывайтесь на этот телеграм-канал чтобы эти новости мы с вами могли своевременно обозначить великобритания приняла решение ввести против россии и беларуси новые санкции королевство увеличило пошлины на ввоз российских химикатов химикатов химикаты я так подозреваю наверное удобрения возможно но здесь пояснение такого точного нет но химикаты возможно какой часть какой-то части будут являться и удобрениями платины и палладия до 35 процентов это серьезная сумма на самом деле то есть насколько будет целесообразно целесообразно закупать или к обитании наш вот эти палладии и платину здесь встает вопрос это решение затронет импорт на сумму в 1 и 4 миллиардов фунтов стерлингов это более 1 и 7 миллиардов долларов представьте себе внушительная сумма великобритания будет также и экспортные ограничения которые коснутся наиболее важных для россии товаров на сумму более трехсот семи миллионов долларов а здесь из этого можно сделать вывод что конечно же вслед за великобританией как-то обычно могут последовать и сша и европа опять же наступая себе то скажем на грабли и стреляя себе образно говоря в ногу это конечно же ну наверное будет играть в пользу укрепления рубля потому что мы все с вами знаем что у нас и так нарушен торговый баланс российской федерации то есть экспорт и импорт экспорт намного превышает импорт то есть мы сейчас в виду этих всех ограничений не можем за валюту купить то скажем тот кого товар который бы нам нужен был бы да в россии ну что очень много санкций введено поэтому у нас экспорт мы экспортируем больше теперь чем импортируем соответственно у нас на этом и укрепляется рубль но обо всем этом я уже рассказывал в видео касательно валюты рубль-доллар и вы можете это видео посмотреть перейти в плейлист поэтому на фоне этого у нас опять же будет минимизирован импорт у нас все больше и больше товара мы не можем приобретать за границей соответственно мы экспортируем больше чем импортируем у нас разлив торгового баланса будет лишь только увеличиваться в этом будет укрепляться по идее должен укрепляться рубль далее что у нас попадает под эти санкции конечно же у нас самые главные производители платины и палладия это наш любимый наша любимая компания нор никель одна из глобальных лидеров горной металлургической промышленности на долю компании приходится мировая добыча это 44 процентов палладия 22 процентов никеля 15 процентов платины и 14 процентов кобальта то есть это довольно улучшительные суммы мы знаем что у нас данная компания является сильной даже если смотреть на бумаги и в целом она неплохо держится в условиях санкционного давления но а вот постепенно приходит а скажем и санкционное давление дошли доходит и до этой компании если мы посмотрим вот эту информацию как я выкладываю своем телеграм-канале бесплатном поэтому нужно обязательно быть подписан структура до кода в компании миллионов долларов смотрите выручки это палладий самую большую долю составляет далее никель медь роде платина золото и прочие металлы видим что палладий занимаетесь самую большую долю выручки если смотреть на географию нам нужно понять да куда экспортирует норникель куда экспортируешь сам самый важный то скажем у нас в экспорте страны направление стран да им целом по материкам а куда экспортирует норникель свою продукцию чтобы понять как влияет на это санкционное давление со стороны великой британии и мы видим что если мы посмотрим по рынку сбыта компании конечно же наибольшую долю занимает европа это 47 процентов далее это азия азия у нас занимает 30 процентов северная и южная америка этот 19 процентов ну и страны снг и россия то есть конечно же большую долю у нас занимает это европа и здесь нужно конечно следить коррекам конечно же да за новостным фоном насколько будет влиять на слона давлением если за евро за великобритании последует цепочка как это обычно у нас происходит цепочка то скажем санкционное давление у нас может европа опять и америка и соответственно это будет очень сильным давлением на норникель пока же бумага у нас показывает неплохие результаты неплохие результаты если мы посмотрим с вами на график бумаги график норильского никеля то на дневке мы видим что у нас особенно на новости о финальных дивидендах за 2021 год положительных то есть совет директоров нас дал положительное решение рекомендовал мы я говорил что здесь я вижу рост естественно бумаги у меня цель была закрыть вот этот гэп в район вот этой вершинки вот но мы видим что мы у нас бумага сначала было на отливе и потом пошла в рост у нас практически в двойном размере перебив эту вершинку бумага вы выросла и мы видим здесь у нас является уровень продаж вот у нас здесь такой разворотный бар был крестообразный и мы четко подошли к этому бару закрылись на уровне на уровне продаж сейчас мы дальше с вами обсудим по норникелю хотелось бы еще по новостному фону смотрите у нас также сша запретили поставку россию грузовиков подшипников и еще 200 товаров то есть расширили ограничения на экспорт россию товар промышленного значения то есть на для нас это конечно импорт под запрет попали поставки грузовых автомобилей шариковых подшипников двигателей подъемных устройств и еще примерно 200 позиций представляете да то есть у нас настолько сокращается импорт опять ну конечно же это будет у нас отражаться и на нашей валюте будет конечно же ее по идее должно укреплять потому что у нас тотально идет сокращение импорта сша то есть новые позиции все новые расширенные санкции все новое ограничение на импорт то есть мы покупая валюту теперь нам смысла не покупать валюту чтобы покупать импортный товар да за границей то есть соответственно у нас упадет все дальше поскажем начнет падать спрос на валюту так как мы товар за границу купить не можем но а рубль у нас будет укрепляться так как мы экспортируем товар и И спрос на рубль будет только возрастать. Поэтому мы видим с вами тотальное укрепление рубля. То есть торговый баланс между экспортом и импортом все дальше начинает разрываться. Что идет, конечно же, на пользу укрепления рубля. Если возвратиться к Норникелю. Смотрите, у нас советник директоров рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2021 года в размере 1166 рублей. Если посчитать, то это у нас получается 5,35% дипдоходность на одну обыкновенную акцию. Но с учетом того, что Норникель у нас за 9 месяцев уже выплачивал дивиденды. Так, где-то у меня информация эта была. Вот у нас информация с официального сайта. То есть за 9 месяцев у нас уже была выплата. Это 1523. И мы видим, что у нас количество дивидендов по Норникле только возрастает. Соответственно, у нас общая доходность, если сейчас будет выплата 1166 рублей, то есть общая доходность у нас составит 12 рублей 35 копеек. То, что в целом, конечно же, ниже инфляции, но если осматривать на фоне других компаний, которые вообще отказываются от выплаты дивидендов, то в принципе у нас Норникель выглядит довольно неплохо. И, конечно же, это все отражается на графике. Мы видим, что у нас акция довольно неплохо держится. Далее. Далее, далее. Что еще у нас можно посмотреть по Норникелю? Сейчас, минутку. Ну, по графику мы с вами увидели. Если смотреть по срокам, у нас получается, акционеры будут, то есть фиксироваться, реестр будет 14 июня. То есть совсем, в принципе, уже, ну, скоро-не скоро, ну, где-то месяц, наверное, практически остается, да, у нас. То есть мы еще увидим, возможно, увидим по Норникелю некое ралли. Хотя, вот, некое санкционное давление, то есть у нас по Норникелю увеличиваются объемы производства, но если будет санкционное давление, то у нас упадет, упадет сбыт. И мы можем увидеть, конечно же, отражение на выручке. С одной стороны. С другой стороны мы видим, что у нас растут цены. Если даже объемы будут снижаться, поставки, да, экспорта, то это будет нивелироваться за счет увеличения роста цены. То есть меньший объем, но за большую цену у нас эта композиция будет нивелироваться. И в целом у нас примерно, я думаю, такие же показатели будут, в принципе, у компании. Так, если мы посмотрим даже с вами на отчетность, давайте быстренько пробежимся, в целом по компании ситуации посмотрим. То есть у нас добыча Норникеля, ну мы видим, что по сравнению с 20-м годом снижается. Добыча меди тоже снижается. Добыча платины снижается, но не на больший объем. В принципе, если мы посмотрим, но опять же, если посмотрим с предыдущими годами, то у нас идет понижение добычи. Добыча палладия тоже снижается. То есть, в принципе, если смотреть в динамике по предыдущим годам, то у нас идет снижение добычи по всем практически показателям. Но, опять же, за счет того, что у нас цена на ресурсы, на товары растет, мы видим, что выручка у нас за счет роста цен увеличивается. Причем довольно неплохо. По сравнению с даже с 20-м годом у нас в разы увеличилась выручка. Операционная прибыль растет. Ебеда шикарно растет. Чистая прибыль, смотрите, чистая прибыль. За счет того, что у нас увеличивается стоимость ресурсов, при этом себестоимость... Так, где-то у нас себестоимость. Ну, себестоимость тоже на самом деле растет. Но при том, что увеличивается цена товара, цена ресурсов, при этом при увеличении себестоимости у нас растет чистая прибыль. Практически в 2 раза. то есть на самом деле шикарные показатели то есть ну вещь такая компания будет с такими шикарными показателями я не знаю покажите мне эту компанию активы компании растут причем пропорционально практически на 200 миллиардов шикарно чистые активы но чистые активы здесь снизились по сравнению с предыдущим годом но не ненамного это принципе ерунда долг растет принципе тоже не небольшие показатели так чистый долг тоже не на много увеличивается но по сравнению опять же с предыдущими годами мы видим что идет все же уменьшение это неплохо так 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 пны и паны и принципе шикарная то есть мы по паны и у нас показатель ниже 10 то в принципе есть смотреть по пана и то компания недооцененная то есть все что ниже 10 принципе предполагает свой под собой инвестиционное направление неплохое для покупки давно в текущей ситуации наверное на текущих уровне покупать все же я бы не стал то есть мы видим с вами что капекс выручка тоже растет то есть мы видим что показатели у компании на фоне того что у нас на данные ресурсы цены выросли чистая прибыль растет невзирая на то что растет и себестоимость то есть на самом деле показатели очень даже шикарные по компании так смотрите еще важный момент по норникелю финальные дивиденды за 2021 год последние которые норникель выплачивать соответствии с десятилетним соглашением акционеров иссякающим в конце 2020 года то есть заканчивается соглашение дивидендная формула из этого сокращения предполагает выплаты на уровне 60 процентов и беда за год соответственно здесь встает вот такой вот большой вопрос огромнейший вопрос а будут ли дивиденды таких же объемах выплачиваться в будущем так как заканчивается соглашение с акционерами и какое соглашение будет новое это пока неизвестно поэтому здесь я бы предостерег от долгосрочных вложений в норникель если вы предполагаете получать то скажем дивидендные на ежегодной основе причем но в принципе довольно с рыночной доходностью принципе показатели у компании неплохие покупать компанию под компанию роста здесь я бы наверно пока не стал виду не геополитики экономической ситуации нового сансового давления вот поэтому здесь покупать даже вот на текущих уровнях ну наверное не целесообразно здесь может быть еще некая дивидендная ралли у нас от предыдущие дивиденды были на уровне так давайте посмотрим с вами на уровне 23500 но дойдет ли до сюда цена пока не понятно у нас здесь вот уровень я обозначил продаж до июня время еще есть принципе возможно дивидендная ралли но как новости по санкционного давлению отыграется будем смотреть на открытие уже сессии покупать здесь я говорю что есть идея я об этой идее говорил как только цена была вот на этом уровне и мы узнали о том что совет директоров будет рекомендовать выплату дивидендов хотя у нас еще будет собрание акционеров которое должно утвердить данные дивиденды поэтому пока непонятно на самом деле но здесь конечно же покупать можно было мы видели здесь накопления я говорю что здесь есть инвестиционная некая так скажем спекулятивная идея и мы эту идею отыграли даже в двойном размере но здесь я бы лично покупать не стал я уже обозначил в чем здесь есть минусы целом это и санкционная риторика и касательно дивидендов дает большой вопрос так как соглашение заканчивается в конце этого года какие будут какое соглашение будет в дальнейшем будут ли выплачивать дивиденды пока остается загадкой поэтому лезть пока что инвестиционная бы в эту компанию не стал в целом мы сами видим и по показателям и я говорил о том что мы видим по рынку у нас в принципе многие бумаги падают а норникель довольно серьезно стоит на практически на месте то есть бумага выглядит сильно ребят вот такой резюме а если подвести итог по норникелю смотрите но я думаю на трите какой-то какой-то от от проигрыш на санкционной риторики будет все таки мы не знаем какое отдаление будет дальнейшем поэтому но покупать здесь я бы точно не стал я уже увидел как мы отыграли мою инвестиционную то скажем спекулятивную вернее идею вот я здесь бы зафиксировал но покупать нужно было здесь когда у нас было накопление и когда вышла новость я говорю что я вижу что компания вырастет но всяком случае закроет этот гэп мы его перекрыли и выросли вдвойне да скажем да здесь уже подкупать под дивиденды которые он так скажем по тем причинам которые уже обозначил ранее я бы не стал вот такое видение ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки подписывайтесь на youtube канал на яндекс зен на телеграм-канал вот все ссылочки будут в описании под видео немножко попозже мы на спам посмотрим также на иные компании вот здесь я высказал свое мнение по норникелю так как новостной фон как раз таки касается именно в основном компаниям норникель которая производит у нас самые востребованные благородные металлы ребят подписывайтесь на канал сам был дмитрий шеф до скорой встречи пока пока